В дни Успенского поста и накануне нового учебного года руководитель отдела религиозного образования и катехизации протери Александр Игнатов принял участие в педагогическом совете в Краснодарском президентском кадетском училище, где встретился с руководством и преподавательским составом. Христос есть свет. Он так сам себе и сказал. Я свет миру, и кто последует за мною, тот никогда не будет ходить во тьме. И наша задача увидеть этот свет, который есть в этом мраке современных вызовов общества, военных, всевозможных конфликтах и прочих сегодняшних испытаниях. В своем слове отец Александр обратил внимание на то, что патриотическое воспитание должно опираться на традиционные российские духовно-нравственные ценности, о чем говорится в 809 указе президента, что особая роль в укреплении традиционных ценностей принадлежит православию. Заповеди Божии – это и есть те самые ориентиры, указатель пути для жизни человека. Заповеди – это самый точный компас, проверенный тысячелетиями, проверенный нашими предками. И как только мы, как народ, сбиваемся с этого пути, начинаем блуждать и путаться, попадать в беду. Исполнение заповедей Божьих – это задача стратегическая, это сохранение безопасности России. Также руководитель отдела отметил, что в условиях современных вызовов и угроз важно воспитывать молодежь на примере подвига святых героев нашего Отечества, например, святого князя Александра Невского. Надо знакомить кадетов с его житием, жизнью. Вот есть предложение как раз с приглашением священников, с приглашением людей, которые посещают церковь, рассказать ребятам захватывающе и интересно о тех святых, которые были такими же, как мы, но не верили в Бога. И это помогло стать им не только победителями, но и святыми после своей временной жизни. Ребятам, которые проявляют интерес, посоветовать зайти в храм, а может быть, помочь в храме. И мне кажется, вот из этих ребят могли бы потом поступать в семинарию, они могли бы закончить семинарию, о чем Владыка даже сказал вашему руководителю. Из ваших студентов потом могут стать семинаристы, а потом и военные, полковые, священники, которых сегодня не хватает на фронте. Сегодня действительно сила духа нужна, сила веры нужна. А вот тогда будем веровать, будем жить и будем побеждать. Настало время, в котором мы все призваны словом и делом дать достойный ответ нашим противникам. Для этого следует обратиться к опыту наших великих предков, среди которых полководец Александр Васильевич Суворов, который заложил традиции духовно-нравственного воспитания военнослужащих. Суворов воспитывал в каждом своем солдате силу веры, силу духа, силу победы над смертью через Пасху Христову, потому что Христос победил смерть, и суворовцы смерти не боялись. В чем же сила русского солдата? В том, что он солдат света, он защитник добра и любви. Вот к этому нужно готовить и наших кадетов. В ходе встречи обсуждались вопросы сотрудничества кадетского корпуса и отдела религиозного образования Екатериндарской пархи в области духовно-нравственного просвещения. Батюшка рассказал о проектах отдела и конкурсах детского творчества, в одном из которых принял участие и воспитанник училища. Хочу даже отметить, что краевой конкурс «Жизнь как ценность» не только участвовал воспитанник кадетского корпуса, но и одержал победу в краевом конкурсе. Воспитанник Николай Горбань принес первую на этом духовном, замечательном конкурсном сражении победу президентскому кадетскому училищу. В завершении отец Александр пожелал участникам Божьей помощи в предстоящих трудах и поблагодарил за любовь к своему делу и родение за подрастающее поколение.